Невыносимо тяжелый запах донимает жителей Ковеля. На местном ветсанзаводе до сих пор не ликвидировали чрезвычайную ситуацию. Подробности уже рассказывали об этой истории. За зиму на предприятии накопили 3000 тонн отходов, которые начали разлагаться и отравлять воздух. Жители уже и трассу перекрывали, и акции протеста устраивали. Чего добились, расскажут мои коллеги. Горы зловонных отходов за забором уже не видны. Половину все же вывезли, еще часть сожгли в новой печи, которую заводу подарил местный нардеп. И все, месяц назад работы остановились. Сотни тонн отходов так и остались лежать под открытым небом. Насобирал и здесь бывший директор, говорят работники. За деньги разрешал свозить отходы, которые предприятие не способно было переработать. Полиция жаждет встречи с экс-директором завода. Его подозревают по двум статьям. Загрязнение земель и превышение полномочий, которое повлекло тяжкие последствия. Он переховывается от органов досудового расследования. Спустим, 12 квитня, оголошен расшук сухоноса Вадима Леонтьевича. Просим всех небайдужих при отримании информации про место перебивания сухоноса Вадима Леонтьевича, поведомить в органы полиции. Пока беглеца, чьи действия привели к экологической катастрофе в Ковеле, и еще в райцентре ждут денег. Кабмин отреагировал на протесты жителей еще в мае. Из резервного фонда должны выделить 17 миллионов гривен для обустройства могильника. Под это уже нашли заброшенные металлобетонные конструкции. Но большая часть денег пойдет на строительство центрального водопровода для жителей, прилегающих к заводу территорий. Продукты распада попали в грунтовые воды. Люди несколько месяцев пользуются привозной водой. В колодцах она непригодна к употреблению. Но и это не основная проблема. Работы, профинансированные с госбюджета, предусматривают тендеры. В Украине это довольно длительный процесс. Мэр Ковеля говорит, думает, как их избежать. Если это у него получится, открытым остается вопрос. Как тогда удастся проверить, на что были потрачены государственные деньги? Анастасия Старовой, Теннобелецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер, Волынская область.